Аминь. Из получений святого Иоанна Затаустова на книгу «Деяния апостольских» Какое будем иметь оправдание мы, которые побеждаем страсть страстью, а не страхом Божиим? Например, многие, будучи сластолюбивы и сребролюбивы, обуздавали сластолюбие из-за сбережения денег, Другие, напротив, для удовольствия пренебрегали деньгами. Иные, увлекаясь тщеславием, презрели и то, и другое, и сдерживая деньги, беспощадные соблюдая целомудрие в суе. А иные, будучи крайне тщеславны, пренебрегли этой страстью, совершив много постыдного, как из-за плотских удовольствий, так и из-за денег. Еще иные, чтобы удовлетворить своему гневу, решаются на бесчисленные издержки и не заботятся ни о чем, кроме того, чтобы только сделать по своему желанию. Так что может сделать страсть того, у нас не делает страх Божий? И что я говорю страсть? Что может сделать стыд человеческий того, не делает страх Божий? Много хорошего мы делаем, много и грешим, студясь людей, а Бога не боимся. Как многие расточили свое имущество и стыда, как многие тщетно домогались почестей, услуживая друзьям своим возле. Как многие и как много согрешили в угодность дружбе. Итак, если страсть и стыд перед людьми могут побуждать нас и ко грехам, и к делам добрым, то мы напрасно говорим, что не можем обуздывать страсти. Мы можем, если пожелаем, а желать должны все. Скажи мне, почему ты не можешь преодолеть чейславе, когда другие преодолевают, имея такую же душу, такое же тело, такой же внешний вид, живя такой же жизнью? По мысли о Боге, по мысли о высшей славе, противопоставь ей настоящее, и ты скоро отстанешь от него, тщеславие. Если ты непременно желаешь славы, то ищи славы истиной. Какая-то слава, если она приносит бесчестие. Какая-то слава, если она заставляет искать чести от низших и имеет в ней нужду. Честь состоит в том, чтобы пользоваться славою от вышних. Если ты непременно желаешь славы, то ищи лучшей славы от Бога. Возлюбив эту, ты будешь пренебрегать той, увидишь, как она бесчестна. А пока не узнаешь этой, да то ли не увидишь, как та постыдна, как смешна. Подобно тому, как те, которые пленились какой-нибудь женою злою, безобразную, бесстыдную, пока питают к ней любовь, не могут видеть ее безобразие, потому что страсть помрачает рассудок, так и здесь. Пока обладает нами эта страсть, мы не можем видеть, каково это зло. Но коим же образом, скажешь, мы можем освободиться от нее. Вспомни о тех, которые расточили множество имущества и не получили от того никакой пользы. Вспомни об умерших, какой они наслаждались славой, и она оказалась непрочной, исчезла и рассеялась. Пойми, что она есть одно, только имя не имеет в себе ничего существенного. В самом деле, скажи мне, что такое слава? Сделай какое-нибудь определение. Быть для всех скажешь предметом удивления. По праву или не по праву. Если не по праву, то это будет не удивление, а порицание, лесть, клевета. Если по праву, то это невозможно, потому что народ не имеет правильных суждений, а удивляется тем, которые угождают его желанием. Если угодно, посмотрите на тех, которые дарят свое имущество блудницам, наездникам и плясунам. Но скажешь, мы не о них говорим, а о честных, справедливых, могущих делать много доброго. Точно, если бы захотели, то скоро делали бы много доброго. Но ныне ничего такого не делают. Кто ныне скажи мне хвалит честного и справедливого. Противного тому делается. И что отвратительней такого праведника, если он, совершая какое-нибудь доброе дело, ожидает славы от толпы. Он делает то же, как если бы какой-нибудь отличный живописец, рисуя портрет царя, ожидал похвал от неопытных. С другой стороны, кто домогается славой от людей, тот скоро оставит дела добродетельные. Кто ожидает подхвал, тот делает то, чего желают другие, а не то, чего он сам. Что же делать, я советовал бы вам? Внимать Богу. Довольствоваться похвалами от Него. Делать все благоугодное Ему. И совершать добрые дела, не прилипляться ни к чему человеческому. Это пристрастие к земной славе вредит и посту, и молитве, и милостыне, и делать тщетными все наши добрые дела. Потому, чтобы не потерпеть этого, будем убегать от этой страсти. Будем иметь в виду только одно похвалу от Бога. Одобрение от Него, прославление от нашего общего Владыки, чтобы, прожив добродетельно настоящую жизнь, нам сподобиться обетованных благ, с любящими Его, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отсутся Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь.